Всем привет! Сегодня у меня день рождения и время 25 минут первого. Я не выложила нигде специально ни одной истории о том, что у меня днюха. И посмотрите, сколько у меня уведомлений в WhatsApp. 72! Я просто благодарна этим людям, потому что я вообще очень невнимательный человек. И обычно забываю всех поздравить. Возвращаюсь к вам уже утром. Сегодня меня разбудил курьер и сказал, что сейчас приведет цветочки. И да, я не скажу вам, от кого эти цветы. И вот так вот еще один год моей жизни. У меня сегодня днюха. Буду рада видеть ваши комментарии внизу с поздравлениями. Также, если вы хотите меня обрадовать, нажмите, пожалуйста, кнопку подписаться. Возможно, для вас это мелочь, это всего лишь нажать одну кнопку, но для меня это безумно приятно. Это будет лучший подарок на день рождения. Что я могу сказать? Особо такой радости, что у меня днюха. У меня уже, наверное, лет 5 как нету. Когда я была совсем ребенком, я действительно очень радовалась. Прямо ждала свой день рождения, ждала подарки и так далее. А сейчас для меня поздравления, они гораздо важнее, чем какие-то подарки, материальные ценности. И становится, с одной стороны, даже грустно, что ты становишься на год старше. Девочки, это очень-очень-очень красиво. Посмотрите, какая красота. Пионы. Какое оформление, какое исполнение я не могу. Мне так нравится. А что здесь вода течет? Я не поняла. Короче, я немного не поняла, но тут внутри вода. Наверное, я буду разбирать этот букет, потому что так они завянут. Но он очень красивый. Посмотрите, какая красота. Пионы. Уже однажды мне, кстати, дарили такие пионы где-то месяц назад. И мне они безумно понравились. И цвет такой, такая нежнятина. И это не все. В цветах была записочка. Могу в этот раз вам показать. Здесь просто написано с днем рождения. И вкусняшки. Я схомячу прямо сейчас. В детстве их просто обожала. Вот так вот круто мне с утра подняли настроение. Вам тоже желаю в жизни побольше таких людей, которые поднимают вам настроение. Даже Двиксику понравилось. Честно, просто кое-как вытащила из этой коробки и в вазу. И вазы тоже большой нету дома. У нас совсем маленькая. Надо прикупить. Мы с мамой все собираемся, собираемся и каждый раз забываем. Вот такой вот у меня прекрасный букетик. Подарок на день рождения от мамы. Мой любимый торт. Я просто его обожаю. Кстати, рецепт вам обязательно оставлю. Очень вкусный. Просто крем здесь такой заварной, да, мам, крем? Вот не сравнится ни с одним покупным тортиком. Обязательно переходите. Мама специально купила розовую глазурь. Или что это, мам? Шоколад. Шоколад. Розовый нашла, прикиньте. Вот что значит мать. А еще мамочка купила вот такие розовые свечки. Короче, буду загадывать желание и задувать свечки. Все сегодня маме что-то дарят. А ты что подаришь, дурачок, маме? А ты купил что-то, уже что-то придумал, у тебя есть план? Лежал на мне, мурлыкал, обожал всю эту фигню. А сейчас вообще не подходит, прикиньте. Сыночек вырос, теперь ему стыдно с мамой обниматься. Кто-то увидит во дворе, засмеют, понимаете? Но мама-то тебя любит, как раньше. Мама же жить без тебя не может, сына. Вот я сейчас отпущу, и он прям убежит сразу. Хотя раньше сам приходил, я даже истории вам снимала, помните? Сам приходил, ложился, мурлыкал и так далее. А вот и конечный результат. Как будто сверху какое-то желе, да, мам? Что это? Ну это специально для деклара. Чего здесь только нет. Уже хочется разрезать. Мам, можно сейчас прям разрежем? Нет, пока что не торопитесь. Мы, естественно, как всегда, опаздываем. Несмотря на то, что это платье не понравилось маме, мне оно очень нравится. И я думаю, с ботфортами будет смотреться вообще классно. Такой розовый цвет, прям под мою комнату. И очень классно подчеркивает фигуру. С волосами ничего особенного делать не буду. Просто расчешу так аккуратненько. И готово. Недавно я подстригла кончики. И они стали прям такие живые. Даже выпрямлять не буду. И времени, честно, нету. И особо такого грандиозного прям празднования дня рождения тоже не будет. Просто чисто наши домашние. Просто посидим вне дома. Дай бог, на следующий год отпраздную хорошо. И как назло, именно сегодня предательски сломался этот ногт. Несмотря на то, что очень редко ношу это кольцо, я его безумно люблю. Здесь очень красивые бабочки. Оно немножко непрактичное в носке. Очень много затяжек бывает после этого кольца. Но ничего, сегодня надену именно его, чтобы дополнить свой образ. А вообще, я очень редко ношу какие-то массивные украшения. Мне в них просто некомфортно. Хотя на других девчонках я вижу эти украшения. Но на себе я чувствую себя немножко некомфортно. Но сегодня все-таки хочу надеть вот эти часики, которые я покупала в Sunlight. Вот так вот нежненько часики смотрятся на ручки. И я уже сделала одну затяжку. Готово. Пока что гостей нету. Мы пришли первыми. Посмотрите, как красиво мне украсили здесь. Вообще кабинет сам по себе тоже очень красивый. Я увидела в Инстаграме, там было написано, что это кабинет для девочек. Я подумала, самое то. Пока что на столе только все самое такое, знаете, холодное. Все остальное потихоньку будет. Как тебе, мам, кабинетик? Отличный. Да, маме понравилось. Мама заценила. Я думаю, как раз мы здесь все поместимся. Были кабинеты и побольше. Но я думаю, зачем? В принципе, нас будет не так много народу. Покажу вам свой лук полностью. Сапожки тут у меня. И платье. Долго думать не стала. Первое, что увидела в гардеробе, то и надела. Мы когда договаривались, я администратору сказала, что мне нужен заполненный стол, чтобы в 6 все было на столе. И администратор мне сразу сказал, что обычно гости опаздывают, и в вашем случае будет так же. Поэтому лучше холодную закуску мы подадим сразу, а все остальное уже будет в течение 10 минут после того, как все гости придут. И как вы думаете, я с ним спорила, естественно, что мне надо для видео, чтобы стол был полный, я показала. А он говорил, что нет, лучшая еда пусть будет постепенной. Это будет и удобнее, и вкуснее. А сейчас я понимаю, что брат с женой уже опаздывают. Да и сами мы тоже, кстати, опоздали на 15 минут. Оказывается, надо слушать мнение профессионала, который в этой области уже давно и знает людей, как они приходят на такие мероприятия. Здравствуйте. И как всегда фокуса нету. Смотрите, что они опять включили. Мне стыдно, когда они включают мою мукбанку. Я люблю, когда мои видео смотрят без меня. Какой минималистичный классный маникюрчик у Первана. Ей не нравится, как получилось, но мне кажется, мастер молодец. Тебе не нравится? Здесь немножко грубо, видишь? Мизинец. Да, есть недочеты, конечно, но я обычно такие вещи не замечаю. Для меня все норм. Выбрала я именно это заведение, потому что оно находится очень близко к моему дому. И здесь очень большой выбор кабинетов. Здесь около 10-15 разных кабинетов с разными дизайнами. Поэтому я решила остановиться именно на этом заведении, потому что мама хотела, чтобы мы сидели именно в кабинете. И сказать честно, ничуть не жалею. Еда была очень вкусная, подача красивая. Я как именинница хотела сидеть в центре стола. И чтобы не беспокоить каждый раз гостей, мне приходилось перелезать под столом. Я где-то 5-7 раз перелезла под столом. И потом на меня посмотрел мой племянник Кэмель и такой говорит. Ты бы просто могла сказать мне, я бы установил тебе камеру там, где нужно тебе. И мне реально стало очень смешно, потому что реально ребенок прав. Наверняка у вас возникнут вопросы, почему нету подружек. С подружками мы будем отмечать отдельно. Я им, естественно, предложила присоединиться к нашей компании. И предложила второй вариант, отметить всем вместе. Они выбрали второй вариант, поэтому с подружками я буду отмечать отдельно. С одной стороны, я их тоже хорошо понимаю. Например, одна подружка, она вообще не говорит по-русски, не говорит по-лескински. Поэтому ей будет сложно влиться в этот коллектив. А мне хочется, чтобы каждый гость моего дня рождения чувствовал себя комфортно. Но я очень люблю проводить время со своей семьей. И вообще, я считаю, что в жизни каждого человека самое главное это его семья. Сначала в которой живет он, а затем в которой он создает. Именно поэтому я предпочла 11 число отметить все-таки с семьей. А на следующих выходных или в середине недели время мы точно и выберем уже тогда. Пойти куда-то с подружками. Это не значит, что я своих подружек не люблю. Я их просто обожаю. Мне очень повезло. У меня офигенные подруги. И, возможно, в этот день тоже обязательно я сниму для вас влог. А дальше мои любимые начали говорить мне тосты. Я решила это все заснять и опубликовать для вас, чтобы вы тоже посмотрели со стороны. И первый начал, конечно же, мой любимый братик. С днем рождения! Самая талантливая, самая яркая, самая красивая наша звездочка. Чтобы ты всегда сверкала, чтобы всегда была такая позитивная. Об этом, конечно, отдельная история, потому что ты в основном всегда полагаешься на себя. У тебя это все получается по жизни. Тьфу-тьфу, вот это дерево, я думаю, да, нет? Коротко говоря, будь похожа на солнце. Вот, будь похожа на солнце, сказала. Молодец, вот чувствуется, да? Коротко говоря, будь похожа на меня. Ты всегда сама себе можешь в состоянии озарить свет и сделать все, что угодно. Ты многого добилась, и даже можно не говорить об этом. Но все-таки в жизни бывают моменты, когда надо еще и на кого-то опираться. Поэтому давай выходи уже замуж. Хватит сидеть сама у себя на шее. Надо найти еще. Маме так понравилось. Надеюсь, в следующий раз ты меня наконец познакомишь со своим новым парнем. Новым парнем. Тебя сам не будет. Я это вырежу, говори. Я это вырежу, не переживай, говори. Не, раз, давай. Почему? Почему? Это на нее компромат какой-то. Говори. Я буду честна с тобой. Говори. Когда ты выйдешь замуж? Когда я выйду замуж? Я двоюродных сестровичек хочу. Ну я, да, твоя двоюродная сестра. Нет. Ты не двоюродная. Ты двоюродная тетя. Я тетя? Да. Здесь сказала больше нигде не говори. Моровестница. В общем, надеюсь, скоро у тебя будет 2-3 хаты. Ты за простого не выйдешь, да? Почему выйду за джиндыра? Найду какого-нибудь прям языка очень бедного. Ты замуж бы хочешь или приютить хочешь? Всего хорошего, чтобы ты была как солнышко. Была такая же яркая. Насчет желтой не надо. И бледной тоже не надо быть. Надо быть позитивной и удачной. Нет. Тут люди зарабатывают. После всех тостов, которые сегодня были, я даже не знаю, что я тебе пожелала, что сказать. Хорошо, хлеба в поджаренном тостере. Но я хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь всегда была такой, как ты сама жилашь. Я знаю, что ты все начала с нуля. Сама все себе сделала. И уже, как ты уже сказала, дошла до машины, до своей еще одной цели. Я хочу, чтобы у тебя всегда в жизни была цель, всегда в жизни были мечты. Потому что из этого и состоит жизнь. Когда есть цель и мечта, человеку есть куда продвигаться, куда идти. Но также я хочу тебе пожелать лучшего для тебя, которого ты, не знаю, какой он у тебя в мечтах был. О каком ты мечтал, каким ты вообще себе представляешь свою вторую половину. Ну, я тебе желаю, чтобы он у тебя был именно таким, чтобы у тебя семейная жизнь тоже сложилась удачной. В самом худшем, как бы, в виде была, как у меня, да. Но желаю тебе даже еще лучше, я знаю, что что-то тебе не нравится, не все тебя устраивает в моей жизни. Но, опять-таки, это все-таки твоя половинка, я хочу, чтобы она устраивала тебя. И чтобы у тебя тоже в семейной жизни все было отлично. Ждем маленьких Айка и Эмили. Ну, мои русские, я только с вами один из тысячи шлепров. Альбина. 7 марта лагна. Поздравляю. Ковер, меня хочется, да-да-да. Такие прекрасные тосты были, они были настолько разнообразные, все желали чего-то разного, все хотят, чтобы у меня сложилась личная жизнь. Но этого хотят не только мои родственники, но и все подписчики, все интересуются, спрашивают, а что, а как. Но самое главное, чего бы я сама себе желала, это прежде всего здоровье, чтобы близкие мои люди всегда были рядом, всегда были искренни, чтобы дела шли хорошо, чтобы подписчиков стало больше, чтобы наконец-то я получила хотя бы на одном канале золотую кнопку до следующего дня рождения, чтобы Твиксик был здоров, никогда не болел, удачно ездила, не было никаких аварий и всего такого. В общем, огромное вам всем спасибо, я вас всех очень сильно люблю, на самом деле. За нас! Альбина так ударила, у меня аж бокал чуть не сломался. Мы планировали еще поиграть в лото, взяли даже его с собой, взяли карты, но было настолько весело и интересно, что даже руки не дошли до лото, просто так принесли с собой в заведение и удачно унесли домой. Кстати, лото это одно из самых любимых настольных игр, у меня лично точно да, в большой компании бывает очень интересно играть. И в завершении, естественно, был торт, он очень вкусный, там невероятное количество просто бананов, ни один купленный торт просто не сравнится с этим. Я, кстати, вам обязательно рецепт оставлю в описании, переходите, готовьте, просто уверена, что вам тоже очень понравится, вы зацените. Оказывается, здесь еще есть такая подсветка, так атмосферно получается, вообще классно. И вот мой тортик, надо загадать желание. Так, у меня есть одно заветное желание. И вы не угадали! Чтобы тебе вывез парень. Нет, Альбина, не парень. Машина! Нет, не машина. Близко, близко, конечно. Золотая кнопка. Все с таким интересом смотрят мой влог. Ну все, я уже дома, мы очень классно отдохнули. Спасибо вам огромное, что вы тоже досмотрели это видео до конца. Я сейчас сяду монтировать, мне кажется, там очень много материала. И монтировать я буду очень долго, но постараюсь в ближайшее время выложить. Возможно, завтра, возможно, послезавтра. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всех люблю, с вами была Айка. Спасибо.